Что такое суровый кочевой быт? Может ли в тундре появиться дистанционное обучение и как из тысячи оленей отыскать своего? В дни торжеств по случаю главного праздника жителей Неницкой тундры съемочная группа телеканала «Север» отправилась в самое уникальное стойбище региона – общину Ямпто. Здесь оленеводы живут по библейскому слову, не употребляют алкоголь и держат свои владения в строгом порядке. Репортаж Алины Ваучейской. Репортаж Алины Ваучейской. В соревновательной части праздника гости знакомятся с хозяевами тундры. Римма Галушина в этих краях впервые. Ранее ей доводилось бывать только в Канинской тундре. Сенатор приехала с важной миссией – встретиться с родителями маленьких кочевников и обсудить вопросы образования. Здесь действительно очень много детей, которые учатся до 5-го, до 6-го класса и потом просто остаются с родителями. Вот здесь, конечно, надо прорабатывать вопросы. Я уверена в этом, что здесь, конечно, необходимо нам организовывать дистанционное обучение, используя ту спутниковую связь, которая сейчас доступна. Вот с этими вопросами как раз я и приехала, и беседовала и с родителями, побеседовала и с детьми. Конечно, дети сразу ответили, что они хотят учиться вот здесь, именно вместе со своими родителями. Ну и мы должны им, конечно, такое право предоставить. Идея внедрения дистанционного обучения кочевникам понравилась. Еще бы, ведь теперь маленькие помощники смогут оставаться в семье и параллельно учиться основам кочевой жизни. О том, что школьное образование необходимо, большинство родителей понимают. Все-таки в нынешних реалиях детям не помешают базовые знания счета, грамоты и письма. Афанасий Валей, например, закончил всего два класса школы. И в свои 51 немного жалеет об этом, поэтому своих детей доучил до седьмого класса. Ребенок должен учиться, и все же, чтобы писал хорошо, читал хорошо. Потому что в сегодняшнее время бывают документы, кое-те надо писать много сейчас. Я сам неграмотный, я обычно прихожу, когда или в банк, или какие-то документы что-то надо. Я всегда говорю, я человек неграмотный, я писать очень не люблю. Как ни крути, здесь своя философия. Философия тундры. Детей воспитывают в строгих правилах и с малых лет прививают уважение и почитание к родителям, природе и животным. Наш герой Афанасий Валей вырастил троих дочерей. Старшая Надежда уже сама трижды мама. О том, чтобы променять стойбище на блага цивилизации, никогда и не думала. Здесь ее родина. А тундровый быт только в радость. Дети встают, я все потом, мы завтракаем, я все прибираю в чуме. Дети уже по своим делам, они уходят, кто играет. Бывает, дочка с сыном мне помогает, там дрова заносит. Ну, потом уже я стараюсь. Или стирка бывает. Потом на первой половине дня могу там немножко заняться шитьем. Ну, а потом бывает, приходит муж, ну, или там мужчина пригоняет стадо. Когда на часах около двух ночи в тундре начинаются соревнования. Это традиционный тройной национальный прыжок, метание топора и тензия, борьба и, конечно, прыжки через нарты. Один из самых успешных спортсменов – Семен Соболев. Его личный рекорд – 48 на арт. Правда, здесь, говорит юноша, перепрыгивать сани намного сложнее, чем, например, на обычных соревнованиях по северному многоборью. У нас сани нити. Там то, что вот в этих, в Неринмаре, там же эти скамеечки простые, а тут сани тяжело. Ближе к пяти утра в стойбище появляются главные виновники торжества. Это лучшие олени из стада. Самые быстрые, выносливые и сильные. Начинается долгий процесс отбора гоночных, которые и повезут упряжку. Каждый хозяин знает своего оленя. Кочевники говорят, животные уникальны и не похожи друг на друга. Каждый свое знает. Каждый свое знает здесь. Олень же тоже, например, больше много людей, пусть, скажем, в больших городах. Там же тоже, каждого разве ты узнаешь, да? Нет. А все равно, если поближе подойти, люди же знают, кто он. Гонки на оленях начались лишь в восемь утра. У каждого каюра свой метод погона упряжки. И, конечно, секреты эти остаются нераскрытыми. Жители импто вообще очень скромны и не любят общаться на камеру. А вот разогнать оленей до пятидесяти километров в час по болотистой местности с кочками и ямами – в этом они, конечно, профи. Когда самая зрелищная часть состязаний позади, спать, кажется, никто и не думает. Белые ночи позволяют в буквальном смысле этого слова потеряться во времени. Качевники спешат к палаточному городку медиков. Специалисты красного чума приезжают в Ямпто раз в два года. Для оленеводов и их семей это практически единственная возможность проверить здоровье. В составе передвижного медицинского отряда врач-узист, акушер-гинеколог, лаборант, специалисты флюороотряда, стоматолог, терапевт и, конечно, педиатр. Кроме того, кочевникам выдают аптечки с медикаментами. Каждый оленевод, ищем работник, имеет право один раз в год написать заявление и получить аптечку первой необходимой помощи. Если оседлые оленеводы, так скажем, могут через лес пока сделать, то вот такие общины, как Канин, как Ямпто, то вот в эти дни мы им привозим аптечки непосредственно в тундру. Качевники обследованы, подарки вручены и сказаны слова благодарности. Все разбредаются по своим чумам. Отдыхать после трудного, пусть и праздничного дня. Для этих людей День оленя – своеобразный Новый год, когда подводят итоги и намечают планы на год грядущий. Как увеличить поголовье, улучшить условия жизни, отправить детей в школу, запастись провизией и проработать маршрут кочевий. Здесь, в тундре, свои заботы. И жители Ямпто с достоинством продолжают многовековое дело своих предков. Такая вот суровая тундровая идиллия. Алина Волчейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север», семейно-родовая община Ямпто, Ненецкий автономный округ.